В эфире на первом «Звёзды на льду». Восьмой день соревнований в самом разгаре. Пробовать описать стиль этой пары словами «Всё равно, что целовать девушку в хоккейной маске». Жень, мне кажется, ты переохладился. Тебя знобит. Да меня в дрожь бросает, когда я объявляю эту пару. Инги Борга, Дабкунайт и Александр Жулин. Да, мне очень нравится танк, очень. Это танец любви, это танец страсти. Александр, как Роден, я его называю, Роденом, разъезжает на площадке и структурирует это всё. Упади туда вниз, упади туда вниз. Видимо, к середине проекта я отупел, я не мог придумать сход с поддержки. Перепробовал 38 миллионов вариантов, ни один не работал. Великий хореограф, не хватает? Вот после на, 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 и потом какой-то бум-бум-бум, типа. Потом фигуристка Дабкунайта сказала, «А может быть, ты попробуешь в эту сторону?» Я попробовал, сразу получилось. Послушайте меня! Это про то, что она стеснялась, стеснялась. Он её раскрыл. И до конца, даже типа разрастающий. И вот так, дам-дам-дам-дам-дам-бум! Согласен, согласен. Права на... Мы создаём свои номера. Каждый раз. Я не понимаю, почему должна, например, Таня ко мне подъехать и сказать, «Саш, ну что нам выбрать на следующий номер? Ты же мой тренер, тренируй. Я не тренер здесь, я как бы конкурент». Я настолько хороша, насколько хорош мой партнёр. И мой партнёр настолько хорош, насколько хороша я. Не бойся. Голова на меня. И насколько не сомневаюсь, что в этом номере она опять будет органично. Танго – это то, что я не умею танцевать. Никогда в жизни не умела и не знаю, научусь ли. И это только зависит от Александра Жулина, сможет ли он научить меня танцевать танго. Ну, танго – это танец любви, а любовь, она, как говорится, возрастов не различает. Встречайте, Ингиборка Дапкунайте Александр Жулин. От этой пары всегда ждёшь чего-то необычного, оригинального. Хочется надеяться, что танец на музыку из кинофильма «Запах женщины» не станет исключением. Субтитры создавал DimaTorzok «Запах женщины» «Запах женщины» Ингиборка Дапкунайте Александр Жулин. Да, вот так этот человек, лишённый возможности видеть окружающий мир, которого изображает Александр, нашёл свою любовь. Удивительно трогательно, удивительно мирично. Впрочем, как всегда, я напомню о том, что Ингиборка с Александром на протяжении четырёх последних соревновательных дней показывали лучший результат. Причём в трёх случаях они набирали максимально возможное количество баллов в 12. Всё сделаем. Я не знаю, сегодня у нас очень строгие судьи. Эмоции перехлестнули, когда, смотри, Ингиборка уже хотела рвануть вперёд. Саша, стоять! «Ух ты! Мы уже отмечали ужесточившееся судейство, но к этой паре данный факт не относится. Две шестёрки за технику». «Ух ты! И ещё четыре за артистизм!» Итак, шесть высших баллов, и, безусловно, это лидеры соревнований. Их средний балл почти максимален. Его превзойти будет очень непросто. «Ух ты!» Ребята показали номер на музыку из фильма «Запах женщины». Александр, по-моему, блистательно сыграл роль незрячего полковника. И мой вопрос о Лисе Галовой. Что вы думаете, что вы можете сказать о стиле этой пары? Я уже давно наблюдаю, вот сколько идут в ваш праздник. На Первом канале я наблюдаю за Ингиборкой. Она совершенно... Я вообще её поклонница. И здесь она замечательно выглядит. И, конечно, ей очень повезло, что у неё такой партнёр. Александр... Просто мои приветствия и... Всякие пожелания и поклонения. Потому что рядом с ней такой мощный мужчина, так мощно заряженный, личностный. Такой заряд у него активный. И я вижу, какие сильные руки. Я вижу энергетику мужскую. И это, конечно, рядом с ним такая прелестная, очаровательная, хрупкая женщина, как Ингиборга. Она становится красивее ещё в миллионы раз. Поэтому я вас поздравляю. Мне кажется, вы прекрасно сделали танец. Я смотрела номер, у меня замирало сердце. Потрясающий выбор, потрясающий танец Ингиборга. У Александра есть что-то общее с Альпачино? Во-первых, этот номер выбрал Александр. Это его. Ну, Альпачино не может на коньках кататься так, как Александр. Но я скажу, что если спросить, хорош ли Александр актёр, то многим актёрам... То есть нет, многие актёры Александру и в подмётки не годятся. Александр, Ингиборга уже достигла максимальных высот в фигурном катании. Или у неё есть резервы роста? Судя по словам Владимира Вольфовича, у неё есть резервы для роста. Вот. Поэтому мы будем работать во всех направлениях и аспектах. Я думаю, что мы вас ещё порадуем. Ингиборга, Александр говорил, что вы ничего не боитесь. Это у вас врождённое или приобретённое? Это врождённое, врождённое. Ну, я в детстве занималась всякими разными такими вещами. Я лазила по лесам, ну и по деревьям. То есть, ну, мне лазить по Александру легко. Вы, как всегда, неповторимы. Я поздравляю вас за новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ